всем привет сегодня мы разбираем нашу бегемота можно сказать у которого стоки 4 килограмма веса разбираем его значит смотрим как тут что устроено вот перебираем и кое-что изменяем значит что мы будем делать первую очередь значит кто задавался вопросом вот эти колеса они крепятся вот на такую штуковину соответственно просто так сюда поставить какие другие колеса невозможно но вот такие вот переходнички существуют на сайте вот я их распечатал и вот уже поставил одно колесо обычная стоит подшипники которые здесь установлено они сохраняются и сейчас я заменю все их заменю для чего для того чтобы потом в дальнейшем поставить сюда другие колеса и модель была более копейная вот такую мы часть снимаем и можно подшипник и вот такую часть одеваем все села и теперь колесом качестве испытуемых колес у нас будет колеса от рэма хобби но они все сели и этой же гаечкой подтягиваем колеса будут конечно другие это чисто так проверки его затянули все колеса крутится делаем это со всеми четырьмя а эти переходнички я прикручиваю назад на штатные колеса по переходникам значит нашел я два вида одни высокие на винист и высокие они не подходят у них крепеж очень маленькой сделан и получать то что они прокручиваются так что они не используются вот я ставлю другие так ну что перебрал я колеса все теперь колеса у нас стоят от рэма хобби кстати они проживают под этим весом намного сильнее вот кому-то трасс травленные и смотрите как вот у нас получается о вот такой вот теперь у нас вид и смотрите насколько она уже стала соответственно проверяем углы поворота везде все хватает так он кстати даже более интересно стал хочу еще немножко попробовать опустить не знаю сейчас у тарстов или нет но так дальше что мне еще в ней хотелось изменить первую очередь я хотел снять вот этот силовой бампер ну не нравится мне в ней внешне поэтому смотрим на что прикручено откручиваем все снял бампер болты наверное закручу назад тем временем выключился надоедливый принтер потому что он гудел прям камеру и отпечаталась вот такая вот деталь ушечка которую мы сейчас сразу с вами тоже поставим эта деталька у нас идет под установку сервопривода сервопривод я хочу поставить вперед потому что вот так так издалека мне что-то на не особо нравится так выскочили закладные закладные мы оставляем почему так вкладываем эти крепежи во внутрь ставим рессоры фиксируем сначала маленькими болтиками сверху ну что вот такой красавчик получается что думаю думаю попробовать и защиту сделать еще больше чтобы как тут это сгладить либо установить сюда лебедку что мне не понравилось еще центр колеса немножко в стране так как машина высокая я хочу сейчас перенести рессор немножко в сторону она немножко опустится машина сама вот и центр как бы колесо сюда уходит немножко вроде должно назад податься не знаю вперед вроде нормально жопа как тот кургуза смотрится хочу чуть-чуть это двинуть а назад бампер я снял сделаю либо такой немножко поменьше чтоб был покороче либо прям какой-то швеллер уголочек сюда прям все вложу может будет нормально так смотреться так смотрите чтобы опустить немножко сзади часть автомобиля смотрите я я открутил рессору и посмотрел как она будет если я чуть подальше сделаю она пониже опускается и уже помягче ходит так что просто перекрутить тут не получится потому что отверстие в металле немножко меньшего диаметра поэтому мы сейчас просверлим и вторую сторону также покатался я значит еще немножко еще чуть-чуть потестил этот аппарат значит что она просто грязная не достаю еще и не помыл поставил значит я регулятор оборотов хобби wing вот тормоз двигателем появился значит изменил я рессоры по мягче сделал просверлил здесь еще тут как бы есть отверстие но они малый под болт вот видите немножко меня покороче не стал машина чуть-чуть опустилась вытащил я пружины из амортизаторов чтобы помягче было переходники кстати работают эти которые я отпечатал вот сегодня значит что так из быстрых поломок отказалась серва на коробку все уже совсем больше не переключается так так что будем сейчас все это дело перебирать изменять колеса от рэма хобби вот очень мягкие высота профиля высокая очень мягенькие машина тяжелая и она кренится на ней то бишь подминает под себя эту резину решил поставить вот такие вот диски такие колеса диск тяжелый железный соответственно может быть центр тяжести понизится ну и посмотрим так как модель вся металлическая тяжелая посмотрим насколько она еще вес увеличит и как после этого поедет вот и соответственно вчера катал опять разблоченными мостами все надо блокировать по-любому так а сейчас решил я избавиться вот от этого некрасивого некрасивой пристройки отпечатал вот такую вот заднюю стенку нашел просторах вот единственное что что-то ее у меня повело тоненькая очень не знаю покрасил я ее скорее всего может чуть подраздела не знаю или от температуры вот положил я ее на принтер на стол может быть когда остывал чуть повел вот хочу сейчас отпечатать и померить подойдет или нет и сделать полноценный пикап ну все разбираю и сейчас посмотрим что получится крутил снялась вот эта вот часть кстати решетки на болтиках может быть мы их задействуем машинка полностью разобралась они внизу еще на 2 болтика держится и внутри смотрите есть такие как бы упоры но мы их не будем ставить вот эти а мы потом сюда сделаем под люстру такие дуги вот будем их сюда делать так но сейчас не не в этом дело пробуем нашу распечатанную планку тогда она сюда подойдет она сюда встанет но надо открутить стекло так откручиваем стекло она есть стеклом и подожмется и капчик мне кажется половчей смотрится но стеклышко надо будет а потом врезать так некрасиво значит вставляем салон салон пока что коричневый мне он не нравится буду его потом красить но сейчас надо сначала довести модель нашу дома потом уже ну сделать сначала основные то что запланировала потом уже салоном займусь вставляем салон так сегодняшний день прошел плодотворная хэшка наши виды изменилась немножко сделал сзади я вот такой вот часть напечатал поставил покрасил вот это я все снял конечно так вот сбоку можно попробовать убрать внутреннюю часть выдвинуть и сделать закрытый полностью пикап ну не знаю потом посмотрим пока хотел отдельный пикапчик такой сделать вот подготовил уже значит диодики некоторые такой комплект есть четыре диода два белых два красных два тоненьких есть на туманке ну ладно сейчас пока не в этом что значит ковыряю заменил регулятор оборотов на hobby wing quick run 1060 дальше поменял аппаратуру поставил недавно вышедшую дамбу 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 эрси не знаю как она читает на 6 каналов вот поставил вентилятор на мотор перенес серву вперед вот что еще сделал значит серва которая была на коробку передач она заклинила сгорела вот я ее снял и поставил то который была на руле на коробку передвинул вот пока что все что мы делаем а так как я серву перенес вперед а электроника вся сзади не хватает длины удлинил значит серву дальше из 5 канала я вывел провод так что у нас тут кстати коробку на 6 канал я подключил она так лучше регулируется так из 5 вывел провод на свет будет чисто кнопочка включаться жду сейчас платы вот дальше из ну тут не принципиально из другого канала вывел игрек образный в один воткнул вентилятор вот другой будет свободный не знаю пока на что пускай будет так и самое главное менее хватает длины проводов от мотора вот сейчас я его перепаяю и сделаю переходник вот x60 на приемник он регулятор сейчас я делал доделаю буду проверять продолжаем видео по постройке тойоты чуть-чуть я ее как говорится модернизировал на свой вкус поставил покрасил значит бампер немножко отпилил его поставил туманочки вот вот сюда еще не знаю по моему мнению просится лебедка как раз так а более-менее копийные что-то вот что дальше у нас происходят бампер задний тоже вот отпилил его немножко укоротил покрасивее сделал значит верхнюю дугу вот тоже покрасил хотел хром потом говорится изменил мнение свое и это как я хочу снять еще вот эти пороги а потом сюда подножку какую-то сделать но попозже пока пускай так что у нас дальше сейчас вот такую часть я вам уже показывал я делал это у нас получается задняя часть под стекло так как я этот кунхт от хромиров набрал вот эту часть смотрите на что я хочу сделать сейчас я сюда значит делаю стеклышко вот и дальше начиная уже вот у меня таки есть держатель начинаю заниматься проводкой вот хочу сделать подсветку и как говорится чтобы внешний вид уже был более такой завершенный так смотрите есть мне вот такая такое вор стекло я сейчас прикладываю я ножичком намечаю вот вот так вот наметил и сейчас обрезаем в принципе приклеивать ее смысла нет она там стоит в пазах я сейчас скотчиком приклею и пускай и все отсюда не видно отсюда ничего не видно сейчас ставим туда и все единственное что сразу наклеечку добавим ну как говорится кому-то нравится кому-то нет чтобы стекло совсем пустой не было хочу наклеечку вот поставил мне кажется нормально смотрится что в стекло не выскакивала она нажимается как раз таки салоном вот такой вот кузовок давайте покажу еще раз вот такая вот тойота у нас потихонечку собирается вот эти вот все провода мы сейчас должны уложить уложить в эту машину и вот такой вот блок управления джеки paul 4 канальный лет система вот она получается еще не разобрался до конца должна реагировать и на газ как-то и на поворот не знаю я буду разбираться смотреть так значит какие дела у нас по тойоте вот так вот я все дело уложил распихал фотографию приложу как это было но разбирался конечно долго но укладывал больше так и давайте теперь посмотрим что у нас и как так это потом и коробку соберем всю вот сейчас значит мы включаем аппаратуру включаем модель все пока что вот так сделаю пока грузится значит этот модуль мигают габариты потом загорается типа противотуманные фары сзади вот есть машина стоит работает аварийка вот начинаем ехать вперед грубо говоря вот аварийка пропадает начинаем ехать и поворачивать грубо говоря справа влево влево так сейчас еще раз задний ход едем влево влево поворачивает опять остановились включается аварийка сдаем назад включается задний ход так дальше по переду значит фары туманки поворотники габариты еще пока в работе и туманные фары так установил еще модуль про который я вам уже в распаковке рассказывал который с третьего канала вот будет включать свет и я поставил его на туманки который вот на крыше потому что они будут нужны не всегда и вот так вот это работает на кнопку нажал свет включился на кнопку нажал он выключился вот и все вот так